Приветствую вас, Регина. Ключевым моментом в вашем сообщении является то, что вы по сути не задаете никакого вопроса. То есть вы вроде бы спрашиваете вопрос, но вы не задаете его, то есть не совсем понятно, что вы ждете от психологов, какую проблему вы хотите решить. Ведь понимаете, какая штука, можно двигаться в разных направлениях. Можно, например, гармонизировать ваши отношения с родителями, чтобы их токсичность, как вы говорите, никак не перекидывалась на вас, чтобы она вас не задевала. Можно поисследовать ваш сценарий поведения, чтобы отношения с мужчинами складывались, потому что у вас заключенный развод, у развода есть причины. Причины, скорее всего, вами не осознаны, не проработаны. Соответственно, ошибки вы можете повторять и в ваших текущих отношениях. Как мне кажется, уже повторяете, потому что не удовлетворены. Наконец, можно разнабреть и вопрос поведения по отношению к вашему молодому человеку и подкорректировать уже кое-что здесь, разобраться в ваших чувствах к нему. Вот. Но не совсем понятно, в каком именно направлении вы хотите двигаться, Ригина, и какой вопрос вы хотите решать. И это очень гармонично вкладывается, на мой взгляд, в то, укладывается, на мой взгляд, в общую картину некой вашей жертвенности в этой ситуации. Понимаете, какая штука? Если так посмотреть, то вы развелись с мужем. Я полагаю, что это был ваш выбор, с ним развестись. После вы переехали к родителям. Я полагаю, что это был ваш выбор, с ним переехать. Да, вы можете сказать, нет, у меня не было выбора, больше мне жить негде было. Да. Но все равно. Это ваш выбор. То есть, вы для себя решили, что иного варианта нет. Другие варианты, менее привлекательные, менее удобные, более специфические, есть всегда. Но вы приняли решение такое. При этом, вы знаете, что ваши родители не самые приятные в общении люди с вами. И, приезжая к ним, еще до знакомства с молодым человеком, ну, вы, наверное, на что-то рассчитывали. Я, правда, не знаю, на что. На то, что они изменятся, ваши родители. Или, может быть, на что-то еще. Но тут, в любом случае, непонятно. Дальше. Вам с ними тяжело. Но, как получается, что вам с ними тяжело-тяжело? Получается, это так, что то, что они вам говорят, то, как они себя с вами ведут, вы выбираете принимать на свой счет. Да, не исключено, что у вас остались какие-то обиды на них, у вас остались некоторые ожидания по отношению к ним. Может быть, вас задевают их слова, их поведение. Может быть, это активизирует ваши страхи, ваши сомнения. Но находиться в этом состоянии выбираете вы. Не кто-то другой, а вы. И вы не решаете эту проблему самостоятельно. Ну, то есть, вы не ставите, например, перед собой цель самостоятельно перебраться в отдельную зилплощадь. Нет, вы можете это сделать только с молодым человеком. Нет, поймите правильно, я не говорю, что вы должны. Ни в коем случае. Но выбор предполагает последствия. Выбор предполагает цену. И вот получается так, что вы делаете какой-то выбор, а цену платить не готовы. Вы делаете какой-то выбор, совершаете его, но не готовы платить цену для него. Не расплачиваетесь, не принимаете ту цену, которую этот выбор стоит. А выбор любой всегда чего-то стоит. Если вы выбираете зависеть в данном случае от молодого человека в вопросах своей жизни, то вы выбираете, с одной стороны, давать ему власть над собой, с другой стороны, вверять ему ответственность за себя и за ребенка, за свое благосостояние. И с третьей стороны, обесценивать себя в его глазах. Когда каждый день вы вся в слезах, вы жалуетесь ему и так далее. Понимаете? Я не говорю, что это стопроцентно так, но при позиции, когда женщина перекладывает на мужчину ответственность за свое благополучие, благосостояние. Когда женщина вверяется во власть мужчины, с одной стороны, это течет самолюбие мужчины, а каждого конкретного мужчины отдельно, я не говорю про всех мужчин. Я говорю про некую вероятную реакцию и вероятное восприятие. У каждого все индивидуально, у всех все индивидуально. Значит течет самолюбие, но вместе с тем и обесценивать. Вы, продвигая такую несамостоятельно зависимую по факту позицию, становитесь менее привлекательны для мужчины. Он меньше чувствует вас и больше чувствует в вас себя. Это помимо того, что в принципе общение становится более узким. Следующий момент. Вот вы говорите, так получилось, что мне 30 и я живу с родителями. Нет, а никто обсуждает, за это вас не будет, Рекин. Живете и живете. Есть один момент. Вот с учетом всего вышескаженного, про ответственность, про зависимость, нет ничего удивительного, что вы живете с кем-то. То вы с мужем, то с родителями, то с другим мужчиной. Вы не живете одна. А значит вы не привыкли полагаться на себя. А вам 30 лет. Вы уже сформировавшаяся личность. И вы так привыкли. Вы привыкли жить с кем-то. Это не хорошо и не плохо. Это просто данность. Я не знаю, хотите вы это менять или нет. Хотите ли вы, чтобы это изменилось или нет. Это данность. И мужчина, тоже такой же. Он точно так же, как и вы, привык жить со своими родителями. И точно так же, как и вы, может быть, он не хочет меняться. И точно так же, как и вы, он обладает некоторой несамостоятельностью. Может быть, в меньшей степени, чем вы. Может быть, в большей степени, чем вы. Из вашего рассказа это непонятно. Но обладает. И как бы с родителями было неплохо. Как бы. Все равно это дарит ощущение определенности. А с этим и чувство защищенности. Вы плачете, негативно влияете на ребенка. Обесцениваете себя перед мужчиной. Ждете от него. Говорите, может быть, я не тем человеком время свое трачу. Ну, в смысле, что молодой человек не реализовывает мои желания. Но вы не делаете ничего, чтобы сделать это самостоятельно. По крайней мере, в тексте этого не написано. Вы даже не предполагаете, что вот не получится у меня с молодым человеком. Как бы, ну, отделиться от родителей. Я сама буду отделяться от родителей. Вот я вижу, что молодой человек сейчас, допустим, там, не торопится жить отдельно. Ну, хорошо. Значит, я сама начинаю что-то делать, чтобы жить отдельно. От родителей. То есть, сама начинает, там, больше работать, там, деньги копить и всякое такое. Нет, ничего этого не происходит. По крайней мере, повторюсь, из текста этого не следует. А молодому человеку не хочется уже, может быть, с вами свежаться. Потому что он чувствует, что у вас много в его жизни. Он чувствует, что вы повисли на нем. Он чувствует, что вы нуждаетесь в нем, что вы не денетесь от него никуда. Он не боится вас потерять. Ну, в хорошем смысле этого слова. И вот, и вот глобально, если говорить о вашей ситуации, то это ситуация поиска того, кто бы решил ваши проблемы. Я понимаю, что это звучит утрированно. Я понимаю, что многие проблемы решаете вы самостоятельно. И вы в этом смысле большая молодец. Но повторюсь. Несформулированность проблемы. Несформулированность запроса. Некоторая жертвенность, некоторая личная безответственность по отношению к себе. С переносом вот этой вот недостающей части личной ответственности на другого человека. Создает ощущение, что вы сами не определились, чего вы вообще хотите. Ну, кроме того, что отделиться от родителей. И кроме того, чтобы быть вместе всегда с мужчиной. А следующее у вас есть в жизни. Что вы сами для себя делаете. Какие у вас самые цели, ценности, идеи, перспективы. Насколько вы автономны, что постоянно впадаете в зависимость то от родителей, то от мужчины. И не потому ли у вас все так печально, что вы от всех людей зависимы. Что каждый более-менее близкий человек может на вас повлиять. Наручив ваши, например, личные границы. Или посеяв у вас сомнения. Или становясь возможностью чего-то достичь, чего самостоятельно вы сделать не можете. Вот такое ощущение складывается, что ваше жизнь от вас самой мало что зависит. А это всегда дает ощущение незащищенности. Это всегда дает некоторую тревожность, некоторый страх, попытку себя защитить только через других людей. Вот вы спросите себя, какой-какой женщины вы себя видите? И как ли вы себя ведете, когда каждый день слеза? Какое чувство вызывает человек каждый день слеза? И хотите ли вы вызывать это чувство? Спросите себя. Ладно. Я думаю, что сейчас вы находитесь в такой стадии, когда отношения с молодым человеком, мягко говоря, отдалились от чувств. Вы подходите довольно прагматично к отношениям сейчас. Вы говорите, а может быть это не мой человек, может быть я зря с ним теряю время. Если такое чувство, такая мысль возникает, точнее чувство это другое, мысль такая возникает. То есть задать вопрос, а вы к мужчине-то как относитесь? Вот вы говорите, он хорошо относится ко мне и к ребенку. Супер. А как вы к нему относитесь? Мне это дает ощущение, что вы достаточно много требуете от него, чтобы он для вас сделал. Но что делаете вы? У вас есть мотивация с ним съезжаться. А какая мотивация у него? Зачем ему с вами съезжаться? Постарайтесь ответить себе Регину на этот вопрос. Просто для некоторого общего понимания. При вашем опыте жизненном, переезд к мужчине и проживание с ним, не решит ваших проблем. Более того, без работы над собой велика вероятность того, что эти отношения закончатся так же как и предыдущие. И вы вновь переедете к родителям. Поэтому без запросов, без принятия личной ответственности, без выхода из позиции жертвы, без научения выстраивать гармоничные отношения максимально со всеми, без развития себя с гендерной точки зрения, без развития себя с личностной точки зрения, без реализации себя, я думаю, вы всегда будете нуждаться в ком-то. А нуждаясь в ком-то, вы будете себя обесценивать. Потому что, на мой взгляд, в вашем случае, когда вы в ком-то нуждаетесь, вы ставите себя ниже другого человека, а его выше. А это порождает очень большой соблазн вас использовать. И если вы не уверены в себе, то вы подсознательно будете выбирать такого мужчину, который, по вашему мнению, с наименьшей вероятностью от вас уйдет. И вы такого выбрали. Только ваш выбор обернулся против вас. Слишком домашнего вы выбрали человека. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я прошу меня извините, если вам показалось достаточно расплывчатым. Все дело в том, что вы не сформулировали свой запрос. Я желаю вам удачи, я желаю вам всего самого доброго. И надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена. Спасибо. 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 Спасибо.